Хорошего человека должно быть много. Эту фразу приписывают Сократу, что маловероятно, потому что человеком он был не глупым. А медициной и статистикой давно доказано, что лишний вес – это всегда лишние проблемы, и прежде всего со здоровьем. Тем не менее, людей с избытком массы тела в нашей стране становится все больше. Чем же опасен лишний вес? На этот и многие другие вопросы сегодня ответит эксперт в нашей программе. А пока небольшая статистическая справка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Использовав простой расчет, получаем 30,1. А это значит, что на 1,1 у вас уже не лишний вес, а ожирение. Пора принимать меры. Индекс массы тела больше или равен 25 – избыточный вес. Индекс массы тела больше или равен 30 – ожирение. Кстати, у детей при определении избыточного веса и ожирения врач учитывает возраст. А сейчас самое время представить гостей нашей сегодняшней программы. Итак, давайте знакомиться. Сегодня о лишнем весе и борьбе с ожирением мы будем говорить с врачом-эндокринологом терапевтического отделения консультативной поликлиники Республиканского научно-практического Центра радиационной медицины и экологии человека Ириной Александровной Васюхиной. Здравствуйте. Здравствуйте. А помогать нам будут традиционно двое студентов Гомельского государственного медицинского университета – Татьяна Величко и Олег Фрэнкель. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ребята, мы в традиционном начале нашей программы задаем вам вопрос, на который вы будете искать ответ. Он уже готов. Внимание на экран. Проблема ожирения находится на пике популярности уже несколько десятилетий. Новые диеты появляются чуть ли не каждую неделю. А одно из самых популярных желаний, загадываемых на Новый год – похудеть. Но что вы действительно знаете о потере веса? Например, после диеты вы потеряли 15 килограмм жира. А куда он делся? Это вопрос для вас. Ребят, вопрос для вас уже прозвучал. Вы можете искать на него ответ. А мы пока начнем наш разговор. Ирина Александровна, лишний вес – это все-таки проблема, с которой нужно обращаться к врачу? Или это дело возраста, пола или, может быть, каких-то особенностей питания? Лишний вес – это проблема. Можно обращаться к врачу, можно не обращаться. Все зависит от степени и самочувствия. Если пациент сам может, имеет избыток массы тела или ожирение первой степени и может начать мероприятие самостоятельно на снижение массы тела, это пищевые изменения, образ жизни. Если это дает успехи, то обращаться к врачу не обязательно. Но есть степень ожирения, вторая, третья степень ожирения. Либо ожирение с избытком массы тела более 27. И сопутствующая какая-то патология сердечно-засудистая, опорно-двигательная, то стоит обратиться к врачу. Все худые люди худы одинаково. Все же люди с избыточным весом толстые по-разному. Исследователи Британского университета имени Шеффилда провели эксперимент, в котором участвовало более 4 тысяч людей с массой тела, индексом массы тела более 30. Результаты этого эксперимента на экране. Внимание! По словам главы исследовательской группы Марка Грина, все было затеяно для того, чтобы понять, насколько отличны причины ожирения у разных людей и впоследствии учитывать эту разницу при лечении. В результате исследования ученые условно разделили таких людей на 6 групп. В первую вошли мужчины, которые регулярно злоупотребляют алкоголем. Авторы исследования считают, что в случае с этими пациентами в первую очередь нужно лечить не ожирение, как следствие, а причину – тягу к алкоголю. Алкоголь, как известно, возбуждает аппетит. Соответственно, чем больше человек пьет, тем больше заедает. Во второй, самой многочисленной группе оказались полные девушки в возрасте 20-28 лет. Врачи считают, что в силу возраста такие пациенты еще не имеют серьезных проблем со здоровьем. Соответственно, таких нужно лечить от ожирения с помощью иных методик. Например, внушением, чужим примером, а также сбалансированным питанием. Плюс обязательная физическая нагрузка. Третья категория – это женщины постарше. Они не употребляют алкоголь, но у них свои тараканы – бессонница, тревоги, депрессии, усталость. Ученые назвали эту группу тревожные несчастливые люди среднего возраста. К ним соответственно, и подход должен быть соответствующий. Тут часто требуется помощь психолога для встряски. В остальные группы попали пожилые люди, в том числе здоровые с высоким уровнем достатка, страдающие от повышенного артериального давления и употребляющие спиртное. Пятую категорию ученые назвали физически больны, но счастливы. Участники этой группы чаще страдали от хронических заболеваний, например, от остеоартрита и сахарного диабета, но не страдали от тревожности и депрессии. В последнюю категорию попали бедные пожилые люди, которые реже всего придерживаются здорового образа жизни. Ирина Александровна, врачи уже не первое десятилетие бьют тревогу по поводу лишнего веса. И дело в том, что это не единственная проблема, с этим связаны целый ряд других сопутствующих заболеваний. И прежде всего, наверное, артериальная гипертензия. Что здесь нужно помнить и знать? Связаны прямо и близко. Снижение массы тела на 10 кг может привести вообще к полному нормализации артериального давления. И у вас не будет диагноза артериальной гипертензии. То есть полностью нормализуется давление даже без приема лекарственных препаратов? Ну да, способствует снижение даже на... Ну, все зависит, конечно, от степени артериальной гипертензии. Но вот, в частности, первая степень артериальной гипертензии может нормализоваться самостоятельно на фоне снижения веса больше 10 кг и без приема гипертензивных препаратов. Ну и понятно, что лишний вес – это всегда дополнительная нагрузка на суставы, опорно-двигательный аппарат. О каких заболеваниях здесь нужно помнить, которые действительно наблюдаются чаще у людей с избыточным весом? Чаще всего пациенты с избыточным весом страдают патологией коленные суставы, голеностопные суставы, тазобедренные. Развивается такая патология, как остеоартроз. Снашиваются хрящевые ткани за счет того, что избыток веса давит на суставы, уменьшается количество хрящевой ткани, жидкости и снашиваются суставы. У пациентов развивается такая патология суставов, как остеоартроз. Остеоартроз – это снижение хрящевой ткани, плотности хрящевой ткани, и чаще всего оно развивается в таких суставах, как голеностопные, коленные, тазобедренные и позвоночник. Кроме повреждения суставов голеностопных, тазобедренных, коленных, еще происходит повреждение позвоночника. Что развивается в позвонках? То есть там же тоже между позвонками есть суставы, которые, видимо, тоже испытывают нагрузку, да? То же самое, остеоартроз, остеохондроз, ну и всевозможные грыжевые проявления выпячивания. Ирина Александровна, ну, конечно, говоря о лишнем весе, нельзя не сказать и о сахарном диабете. Наверное, здесь связь тоже достаточно близкая. Расскажите, как врач-эндокоренолог об этих двух проблемах, вот как бы в сочетании. Ну, сахарный диабет – это вообще мировая такая болезнь, пандемия, можно сказать и назвать. При повышении веса всего лишь на один килограмм увеличивается риск у пациентов с ожирением развития сахарного диабета в пять раз. Значит, если пациент имеет избыток массы тела 27 и больше, индекс массы тела, да, 25-27 и больше, то даже без наличия ожирения с избытком массы тела риск увеличивается в девять раз заболеть сахарным диабетом. А пациенты, которые имеют ожирение второй и третьей степени, практически даже 90% страдают с сахарным диабетом. Мы говорим о сахарном диабете второго типа, да? Сахарный диабет второго типа, да, чтобы не путали, есть первый тип сахарного диабета и второй тип сахарного диабета. Ожирение ассоциировано со вторым типом сахарного диабета. Что это за второй тип? Сахарный диабет второго типа – это диабет, повышение сахара связано с тем, что в организме имеется очень много инсулина. Такое состояние, как называется, как гиперинсулинизм, когда поджелудочная железа выделяет много инсулина, но клеточки организма к нему нечувствительны, развивается инсулинорезистентность. То есть инсулин не может работать, не может загонять глюкозу в клеточки, чтобы она шла, расход энергии, и лишнее количество глюкозы и инсулина в крови развивается второй тип сахарного диабета. То есть избыточный вес это все усугубляет, да, эту инсулинорезистентность? Усугубляет, да, усугубляет, и чем больше, практически, говорю, пациенты со вторым, третьим, со второй, третьей степенью ожирения, они увеличиваются риск чуть ли не в 90%, они практически все болеют сахарным диабетом второго типа. То есть просматривается такая как бы четкая связь углеводного обмена и жирового обмена. Есть такое? Есть такое. Ирина Александровна, какие еще заболевания другие, вот именно чаще наблюдаются у людей с избыточным весом? У людей с избыточным весом встречается такая патология, как сердечно-сосудистая, ну мы уже обсуждали, это ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, патология суставов, деформирующей артрозы. Еще есть прямая связь и доказано, развивается рак прямой кишки, толстого кишечника. У женщин это рак яичников, шейки матки, молочных желез. И такая распространенная болезнь, как варикозное расширение вен нижних конечностей, лимфостазы. Ну это основная патология. Ирина Александровна, спасибо большое. Но сейчас я предлагаю выслушать ответ наших ребят на вопрос. И напоминаю, что он был о том, куда же исчезает жир, когда человек все-таки худеет. Кто будет отвечать на этот вопрос? Танюш, пожалуйста. Вообще многие ошибочно полагают, что жир выходит вместе с потом, мочой. И также ошибочно полагают, что он трансформируется в мышцы, но это вот не так. То есть жировые молекулы под воздействием кислорода распадаются на углекислый газ и воду. Углекислый газ мы выдыхаем вместе с дыханием, а вода утилизируется часть с мочой, но это маленький процент. А часть мы опять-таки ее выдыхаем. И вот, например, человек худеет на 10 килограмм, он вдыхает за это время 28 килограмм кислорода и выдыхает 27 килограмм углекислого газа. То есть представьте, насколько много нам надо совершить процессов вот этих вот, чтобы похудеть. Ну что ж, мы четко понимаем о том, что все-таки жир не просто так не растворяется и не испаряется, он активно включается в процесс метаболизма, да? Танюш, спасибо большое за ответ, но у нас уже готов для вас второй вопрос. Внимание на экран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, прозвучал для вас второй вопрос. Ищите на него пока ответ, а мы продолжим наш разговор. Ирина Александровна, вопрос, который волнует миллионы людей. Почему так существует, что один только посмотрит на булочку, а у него уже прибавляются килограммы, а другой может скушать и при этом существенно как-то на его фигуре это не отразится? Уже мы услышали о процессе таком, как метаболизм. Ну и хотелось бы применительно к этому избыточному весу поговорить и об этом самом метаболизме. У всех ли он одинаковый? Что это в принципе такое? Ну, метаболизм – это обмен веществ. Обмен веществ происходит два взаимосвязанных между собой процесса. Это анаболизм и катаболизм. Анаболизм – это поступление веществ издне, вот поступают глюкозы, белки, жиры, углеводы, потом они распадаются и из них получается энергия. А потом происходит такой процесс анаболизма – это построение. То есть из этой энергии строятся клеточки, гормоны, ферменты и происходит, осуществляется жизнедеятельность. Есть базальный метаболизм – это метаболизм, грубо говоря, во сне, когда человек ничего не делает для того, чтобы поддерживалась его жизнедеятельность. То есть било сердце, работал головной мозг, дыхание – ну, все основные жизненно важные функции. Есть дополнительный метаболизм – это тот метаболизм, который происходит у человека, когда он двигается, когда он занимается, кушает и проводит другие мероприятия. Вот в организме такие процессы должны быть взаимосвязаны. То есть то количество веществ, в которые пищевая продукция поступает, должно расходоваться. Но не у всех этот метаболизм одинаковый. Это все зависит от многих факторов. Зависят факторы от пола, от возраста. У детей, все вы знаете, повышенный обмен веществ. Они много бегают, прыгают. Никогда практически не мерзнут. Да, мало кушают. То же самое происходит, если брать по полу, по возрасту. У людей, молодежи, у них повышенный обмен веществ. То есть можно намного больше употреблять, меньше тратить, при этом расходовать. Чем старше мы становимся, тем этот метаболизм замедляется. В том числе, особенно у людей пожилого возраста. Плюс ко всему есть еще наследственная предрасположенность. Есть люди, которые сами по себе, то есть ввиду конституциональных каких-то предрасположенностей, имеют повышенный метаболизм. Некоторые имеют пониженный метаболизм. Но все в организме должно быть взаимосвязано. То количество веществ, продуктов, питания, которое поступает, должно расходоваться на основной и дополнительный метаболизм. Если мы будем злоупотреблять, если у нас будет снижена физическая активность или та же самая умственная деятельность, то наш метаболизм будет замедляться и будет происходить прибавка веса. На сегодняшний день, мне кажется, не так уже сложно посчитать калории, научиться и посчитать их, сколько ты скушал. И примерно теми упражнениями, теми движениями, которые человек совершает той работы, посчитать, сколько он это потратил. Тем самым создать этот баланс. Наверное, это можно даже без врача. Да, это можно без врача, но на самом деле можно этим и не заниматься. Я просто против подсчета килокалорий. Вот вам сразу говорю, как есть из продуктов питания, со всего. То есть мои пациенты никто не считает калораж. А что они делают? Меня ничего не взвешивают. Просто они едят то, что надо и занимаются тем, чем надо. Во-первых, все постарше в основном, поэтому я вообще не сторонница. Это очень сложно людям старшего поколения, вот с ожирением, вот это вот они взвешивать, смотреть килограммы, килокалории. У меня никто это не делает. Я просто говорю, какие продукты есть и все. И пациенты прекрасно знают, что такое белки, жиры, углеводы. То есть ограничения в углеводах, особенно быстро усвоимых углеводов. Тогда мне уже даже страшно задать вопрос, но тем не менее я бы хотела его задать. Есть ли универсальная все-таки диета, чтобы лучше избавиться от этого лишнего веса? В зависимости, конечно, от национальных предрасположенностей, каких-то пищевых навыков, поведения, можно что-то изменить в плане того, что мы живем в Республике Беларусь. У нас есть определенные традиционные продукты и блюда. И можно даже не обязательно потреблять заморские какие-то фрукты, ту же самую рыбу, чтобы восполнить все запасы и необходимости в питательных веществах, микроэлементах. Поэтому... И что у нас есть, то мы, в принципе, и должны кушать. То и должны кушать, что традиционно для нас. Традиционно, да. Только сбалансировано. Но учитывая то, что у нас поменялась физическая активность, что у нас уже нет такого тяжелого физического труда на земле. Это только происходит в летние периоды, на дачах. Поэтому надо все равно уменьшать тогда количество. То есть количество этой продукции. А можете ли вы посоветовать вот ту самую физическую активность, которая является наиболее оптимальна? То есть для молодежи, понятно, спортзала, но для людей более старшего возраста, вот после 60 лет, что бы вы рекомендовали, чтобы эти калории расходовать? Да. Вообще нужно заниматься только тем делом, которое нравится. Если человек будет делать физическую активность, ему это не нравится, то она на пользу не пойдет. Чаще всего люди с достаточно большим избытком массы тела, они даже тяжело передвигаются, у них суставы болят. Поэтому идеальными вариантами является это плавание, бассейн, плавание. Но если есть возможность, ходьба. Хотя бы 30 минут в день ходьбы, чтобы вы просто вспотели. Не обязательно бегать, прыгать. И начинаем с минимального количества каких-то упражнений. А потом увеличим, увеличиваем, но так, чтобы вам было комфортно. Нельзя делать это сквозь силу. Ирина Александровна, все-таки все больше и больше сообщений появляется о том, что есть лекарства, которые помогают похудеть. Так существует ли она, опять-таки, волшебная универсальная таблетка, которую бы все приняли и, в общем-то, начали бы активно худеть? Ну, на самом деле, волшебной таблетки нету. Но сейчас очень много биологически активных добавок, которые способствуют снижению веса. Они обладают слабительным эффектом, мочегонным эффектом, но прием их длительное время ограничен и нецелесообразен. Потому что помимо похудания будут уходить нужные нам с организма вещества, микроэлементы, которые будут ухудшать нашу жизнедеятельность. Есть препараты медикаментозные, которые разрешены в применении даже без назначения врачом. Они блокируют такой фермент, как липаза. А липаза способствует тому, что жиры не расщепляются, и они транзитом проходят через желудочно-кишечный тракт. В связи с тем, что жиры — это те энергетические субстанции, которые максимально дают энергию. То есть в два раза больше, чем белки при распаде, чем углеводов, во время процессов происходят, когда жиры. И человек, да, худеет. Но длительность приема достаточно... Могут быть тоже побочные эффекты. Непереносимости и препаратов. И препараты вообще, если вы злоупотребляете только жирной продукцией, если вы просто злоупотребляете углеводами и белками, то тут эти механизмы не работают, и эти препараты не нужны. Есть еще один очень хороший лекарственный препарат, такой как метформин. Все слышали, наверное, сиафор либо глюкофаж. Этот препарат немного другого механизма действия. Он назначается при ожирении, стоит в формулярах лечения ожирения. Этот препарат относится, грубо говоря, к сахароснижающим препаратам второго типа, но у него механизм действия на инсулинорезистентность. При сахарном диабете второго типа и при ожирении чаще всего есть инсулинорезистентность. То есть в организме у человека выделяется очень много инсулина. И этот инсулин плохо работает. Он плохо работает, и когда поступает пища в организм, она распадается на углеводы. Вот чтобы углеводы на глюкозу, чтобы глюкоза зашла в клеточки, нам нужен инсулин. Вот этот инсулин, который способствует, а потом энергия развивается, откуда берет организм. А здесь такой механизм, что глюкозы много в крови, инсулин много, но не работает. То есть не идет в клеточки глюкозы, нет энергии. Испытывает голод, такой вот замкнутый круг. А эти препараты, в том числе метформин, сиафор, глюкофаж, они повышают чувствительность к рецепторам, которые есть в каждой клеточке. Рецепторы вот к инсулину, и инсулин начинает работать. Глюкоза более активно идет в клеточке, энергия, и повышается обмен веществ. Хороший препарат, конечно, тоже имеет побочные действия, назначается только врачом. Да, это рецептурные препараты, и надо перед назначением еще контролировать биохимические анализы крови, в том числе работа печени. Всем известные АЛТ, АСТ. Ирина Александровна, а как Вы все-таки относитесь к голодным диетам, голоданию? Человек в период, когда он худеет, он должен кушать часто понемногу? Или это вот такие вот длительные перерывы? То есть очень модно, когда делаются большие 16-часовые периоды голода. Что Вы считаете более эффективно, чтобы снизить вес? Ну, я считаю, что не надо такие делать перерывы в приеме пищи, потому что это для организма стресс. Голод – это тоже стресс. Все должно быть в меру. Есть, конечно, такое понятие, как разгрузочные дни, но даже в эти разгрузочные дни люди употребляют. Там кефирные, допустим, диеты, минеральные диеты, гречневые. Я сторонница того, чтобы все не голодных диет, а уменьшение количества и качества продуктов. Предлагаю сейчас выслушать ответ наших ребят на вопрос, который был о механизмах работы монодиет. Кто будет отвечать? Я. Да, пожалуйста, Олег. Вроде бы звучит, что механизмы монодиет – это сложный вопрос, но ответ будет прост. При постоянном употреблении одних и тех же продуктов организм просто перестает их усваивать. Они проходят транзитом через весь пищеварительный тракт. Не усваиваясь за счет этого, мы и худеем, если будем следовать этим диетам. Но, однако, это несет очень большой вред, потому что вместе с неусваиваемыми продуктами мы не усваиваем и ферменты, находящиеся в них. Макро- и микроэлементы также. Однако, если следовать только одной монодиете, со временем мы можем перестать усваивать и микроэлементы из других продуктов. Поэтому диеты должны быть разнообразными. Спасибо большое, ребята, за ваши ответы. Ирина Александровна, о вас я прошу в конце нашей программы для наших телезрителей рекомендации, пожелания. Хочу пожелать, чтобы все были умерены во всем – в питании, в физической активности, в мыслях, в поведении. Любите себя, берегите себя. Напоминаю о том, что сегодня о проблемах лишнего веса и борьбе с ожирением мы говорили с врачом-эндокринологом терапевтического отделения консультативной поликлиники Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека Ириной Александровной Васюхиной. А помогали нам двое студентов Гомельского государственного медицинского университета – Татьяна Величко и Олег Френкель. Спасибо и до новых встреч! Спасибо! Диета – это умирание от голода с целью прожить немного дольше, говорил кто-то из мудрых и был недалек от истины. А Марк Твен в свое время добавил – залог здоровья есть то, что не нравится, и делать то, что не хочется. Но выбор всегда остается за человеком. Не болейте! И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин